всем здравствуйте меня зовут анастасия вы на канале мир сквоз пяльцы ну что по традиции начинаю свою неделю с дубовой рощи ну напомню или расскажу если кто-то впервые зашел ко мне на канал что понедельник вторник и среду я вышиваю дубовую рощу от джой сандой среду четверг нет четверг пятницу и субботу я вышиваю химеру туманный вечер на веранде 2 и воскресенье я вышиваю нова слобода снег в городе ну так это я вышиваю 12 лист приступила в ближайшие три дня вот понедельник вторник и среду я буду вышивать дубовую рощу вот давайте запомним с чего я тут буду с чем надо будет сравнить нам по истечении трех дней до сегодня у нас какое число 31 мая последний день весны и завтра будет первый день лета ну вот такая у нас работа и вот это нам мне нужно бы вышить конечно постараться но не уверена что получится там у меня много дел много работы и огород полоть надо и тому же текущий такой ремонт где-то что-то надо подбеливать подкрашивать и вот так что так ну все пошла вышивать итак 1 июня у нас вторник вообще хотела конечно размотать работы чтобы посмотреть как будет на 1 июня там по отмечать себе чтобы было опять в конце месяца сравнить чем на начало и на конец месяца ну что-то так разматывать не охота тут вроде так более-менее закрепила чтобы он у меня не телепалась так ну соседи косят траву ничего не сделаешь деревенская жизнь никто ее не отменял так ну я не знаю есть тут какая-то разница с тем что было вчера и сегодня я вчера немножко тут пока упалась но сейчас значит буду продолжать вот это вот между делом вышивать сколько не знаю вот бы было хорошо хотя бы вот так сегодня 3 еще и завтра 3 все это был половина была завершена так ну 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 и все и будем продолжать вышивать итак все тот же 1 июня уже правда вечер снимать так но верхний свет уже включен падает так тень короче немножко так буду сбоку снимать короче говоря что я хочу сказать не обзывайте меня ведьма я не виновата вот это я хотела дошить вот здесь было 9 клеток и здесь было 9 клеток я хотела дошить ну короче я их дошила на сегодня так но там не ровно по 9 было там конечно меньше это будет не 1800 ну не знаю этому может быть тысячи полторы крестика вот так вышита вышила сейчас я перепяли пальцем все-таки сфотографирую что у меня на 1 июня что было с чем сравнить в конце и в конце июня так 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 вот что я хотела показать наверное этот ролик назову что я не ведьма да но она сама так получилось так вот тут я всем привет тень отражается уже вернее не я моя тень тень моей руки так но все сейчас я уже конечно вечер поздно перепялю на завтра приготовлю что смогу повышевая завтра ну завтра как получится как пойдет день может быть завтра ночи 100 крестиков только смогу вышить ну все так ну вот и развернула пока я тут покажу включила все лампочки какие только есть покажу как получается вот здесь так где мой палец вот здесь вот я сейчас 12 лист вот эту половинку дошиваю и пойду вот сюда заканчивать уже последний ряд пойдет нижний я почему-то такое ощущение что вот здесь у меня внизу не хватит канвы не знаю почему я прям сейчас возьму на она вот здесь делаю разметку и посчитаю хотя я вот здесь от этого края отступала все дело и вот здесь вот здесь вступила три с половиной сантиметра и здесь примерно также одинаково вышло у меня с этой стороны но надеюсь что хватит там здесь уже не такие большие листы ну вот здесь внизу уже не такие большие листы как вот здесь были полные чуть чуть поменьше так ну вот такая красота получается буду перепяливать так и 100 500 и отключения вот притащила и 13 лист следующий который пойдет уже здесь внизу и раздела я разметку все как раз у меня хватает еще даже остается у меня даже больше чем я тут сверху себе оставляла вот так у меня тут еще сантиметров сантиметров сколько же это так примерно визуально сантиметров ну 6 наверно сантиметров примерно тут останется у меня на этот думаю ну все разметки хватает все у меня влезает будем вышивать дальше так ну что я исправляюсь стараюсь снимать почаще включения и это у нас пошел вторая половина двенадцатого листа начала вот тут я уже вышивать вот так коротенькое включение о том что я начинаю вот это вышивать эту половину так ну и вот друзья что она вышивалась за три дня у меня вот вверх вверху этот участок был закончен половина двенадцатого листа и вот примерно половина вернее вторая как сказать четверть короче говоря осталась одна четверть двенадцатого листа то есть три четверти уже выше то за вчерашний день я вышила вот вот этот участок я думаю тут примерно тысячи полторы крестиков стандартная полторы тысячи крестиков я думаю что вышивается легко и просто только потому что здесь очень простая схема очень хорошие материалы очень простая легкая схема доступно в общем вышивать одно удовольствие вышивается быстро и легко при том что я вышиваю одной иголкой напомню одной рукой на пальцах ну очень легко вышивается очень быстро вот такая красота ну все приступаю к химере немного о том как я хожу в огород как мы ходим или плава можно сказать короче говоря зажигаются свечки потом рифтамидом брызгаешься здесь иначе по-другому наши огороды ходить нельзя комары просто сужил не все сейчас вышла огород пополоть и что-то у нас прям такое затишье стоит воздух вообще не двигается знаете как это затишье перед бурей аж подозрительно глядки позарастали тут у меня уже но все уже трава такая стала что можно щипать ее сейчас я ее нарву курочки поедят у меня травку так сколько-то попали на дырю тишина такая затишье как будто как перед бурей хотя небо чистое такое движение воздуха вообще нет ну и что вы думаете наступило после затишье было очень тепло вчера было тридцать четыре потом подул ветер и сегодня вот пожалуйста плюс четыре градуса это вечер не знаю огород посажен замерзнет он за ночь или нет короче я так думаю что будут заморозки ну и вот химера запомним на чем мы чего мы начинаем эти ближайшие три дня как мы начинаем я начинаю эти три дня откуда-то выпали у меня нитки с органайзера и я не знаю какой это цвет я тут примеряла есть два варе два кандидата кому они подходят 413 и 30 делом какой у меня и 3799 не знаю даже от какой именно этот цвет какой из них на оба похоже прикладываю и к тому и к тому и оба похожи ну короче ладно пока отложу в сторонку там будет видно куда их не знаю даже в какому цвету их отнести и я буквально над прошлой неделе их навешивала эти остатки просто с бобинки там остались и я их навешала потому что чтоб не потерялись думаю мало ли вдруг будет не хватать таких коротких отрезков тут сантиметров по 15 наверно ну короче теперь я не помню какой это был цвет ну в общем ладно пусть лежат так напомню сейчас я четверг пятницу субботу вышиваю химеру туманный вечер на веранде 2 и и и это у нас 6 это восьмой лист я вышиваю 8 лист 9 и 10 будет короче середина второго ряда получается всего двадцать пять листов в этой работе и это я сейчас второй ряд в середину второго ряда вышиваю елочку так ну все приступаю к вышивке так ну вот что я по на вышивала за вчерашний день что у меня добавилось вот сейчас я уже не помню ну в общем короче что-то вот здесь я вышила да что-то такая кажется как будто резкая граница хотя ничего не слышно нигде дает тут и не может быть резкой границы видимо что-то так кажется вышивать по-прежнему все легко немножко конечно тут путать путаницы вот этой всякой мешанинки здесь в елочках а так в основном тут такая картина можно сказать один фон и фон только шпаришь вот эту вот шахматку всякую тут перебираешь блендами фон и все вот такая красота получается давайте подальше отъедем вот такие елочки где мне титульного листа что и нету под рукой хотела показать как это будет в общем выглядеть готовом виде ладно потом когда будет готовом так готовом или этом когда буду монтировать уже вставлю картиночку ну вот такая красота сейчас у меня еще короче сегодня пятница и суббота у меня впереди их вышивать я думаю за эти два дня вот это вот до вышиваю ну по крайней мере надеюсь закончу этот это какой у меня пятый шестой седьмой это восьмой лист ну надеюсь что я его закончу за два дня до воскресенья до воскресенья опять я достала свой древний телефон так вам по мне отражается как-то так полдня я протупила тут конечно кое-как я научилась выделять эту область более-менее с ней разобралась ну короче говоря что-то у меня вроде бы получается но скорость я бы не сказала что стало быстрее вышиваться как-то вот что я хотела за сегодняшний день вышить вот эти вот сколько тут у меня 4 4 на 3 да вот этот я собиралась участок вышить за сегодня но я его сегодня и вышила но я бы его и по бумажной схеме так же само вышила ну может быть и быстрее конечно полдня я еще протупила пока я тут поднимала так две пропустила еще сейчас дошить надо ну короче говоря не знаю подружусь я с ней или нет ну по крайней мере пытаюсь с одной стороны знаете я вот выделяю конечно вот такие вот участки 2 на 3 ну по 600 клеточек да вот я здесь раз выделила 2 когда такой участочек выделяешь как бы не страшно вышивать да мне кажется когда ты берешь с лист бумаги кажется ого сейчас нифига себе тут сколько вышивать а когда такой участочек я тут выделила на экране у себя тут он где этот мой телефон то господи кое-как я тут с ним разобралась более-менее как тут с ним воевать ну в общем не знаю получится у меня с ним подружиться или нет а еще такой телефон он древний предревний ему уже не не знаю лет 6 наверное и он раньше то я ему почему перестала пользоваться он так-то хороший все но он он уже стал какой-то своей жизнью жить он сам включался сам выключался тух опера обратно включался так ну вот в общем короче что-то я тут много болтаю в общем лампа честно сказать я не знаю или свет или камера что-то очень сильно перевирает я думаю что вообще это конечно такой цвет здесь пошли зеленые оттенки в елке и елка сама по себе она такая темно-сине-зеленая она должна быть цветной ну как бы она есть цветная просто что камера передает практически черно-серым не не передает она этих зеленых оттенков еще синий вот где-то здесь какие-то более-менее да она показала камера зеленые практически просто выглядят как темно-серые так ну вот так хотя елка будет зеленый как я уже сейчас понимаю что в общем видео она будет такая но очень темно-зеленая но она будет зеленой так ну в общем так получается еще завтра день за одну завтра у меня много работы я не знаю свыше ли я вот это вот или нет ну короче говоря сегодня 1200 здесь вышила и на завтра мне осталось 1200 примерно ну не знаю вышью я их или нет скорее всего нет завтра это еще раз повторю меня работа так станок немножко считается руки подрез потрясываются что тут в общем ладно время уже пол двенадцатого ночи пошла я спать так ну и вот утро воскресенье что я за вчера планировала вышить за субботу ну как бы за пятницу я вот это вышила участок и на субботу оставался вот этот участок ну как я и говорила в субботу меня было времени мало вот это я вышила и вот здесь еще остался участочек не успела я это вышивать ну в общем хочу я сегодня же воскресенье уже настала очередь новослободы но еще утро рано думаю все таки я хочу зашить этот участок хочется мне чтобы оставить его до следующего до следующей нашей сессии так сказать чтобы был законченный участочек ну потом сколько останется времени сколько смогу повышеваю новослободу не так нет как бы снова слабо да это такой процесс у меня не совсем обязательный давайте покажу вот так издалека как получается сейчас утро и свет с окна и свет лампа сбоку короче чтобы не знаю как сделать лучше чтобы была цветопередача ну в общем какая-то такая каждый раз от съемки к съемке все это цвет выглядит по-разному цветопередачи так ну все сейчас я вот это хочу до вышивать вот этот участок сделать разметку на следующий на 9 лист не знаю ну я так вышиваю по парадайсу вроде так ничего можно вышивать наверное буду по нему по крайней мере химеру все остальное конечно по бумажной схеме и мне удобнее конечно видеть какой-то ощутимый обозримый участок поэтому я расчерчу лист и буду ориентироваться в отшиве на листы как-то мне так удобнее и понятно что я делаю как там я смотрю когда такие огромные участки берут и потом вот это вот крупа-крупа-крупа-крупа и когда оно там заполнится и вышлениться и образуется что-то в картинку непонятно мне удобнее когда идет какой-то ну как я говорил обозримый участок и он постепенно вот так вот заполняется небольшие участки и видно прибавление в работе так ну все не буду лишнее болтать отнимать у вас время и поехали работать ну вот я утром часик посидела зашила вот это все что у меня тут было не зашито и теперь я могу уже ответственно заявить что 8 лист закончен и я уже расчертила разметку на 9 лист ну все теперь сейчас я откладываю эту работу давайте посмотрим что у нас так немножко потрясу и чтобы был по покрупнее план вот так это все сейчас ну ка так сейчас чтобы не потрясло кто стараюсь дотянуться до лампы еще свет лампы добавить вот так это выглядит вот такие елочки ну красиво слушайте дерево прям вот это вот как живое вот это вот прям как живая как прям вся структура дерево передано какая она есть очень красиво туман прям такой елочки но красота ну все прощаюсь с этой работает до четверга сейчас у нас воскресенье но сейчас там пойду поработаю немножко и возьму заново слободу не знаю сколько я на ней вышью ну надеюсь что сколько-нибудь пока лупаю воскресенье у нас 6 июня вот на этом месте я возьмусь за господи как он называется новослобода снег городе вот это вот не надо зашить думаю зашью этот уголок может конечно и нет ну по крайней мере я вам покажу с чего я начинать буду сегодня а там как получится так ну и вот что я на вышивала тут в новослободе короче я когда вышивала вот этот участок я вообще не могла понять что происходит здесь такое было на мишение цветов каких-то одинаково серых но вроде тут как-то они отличаются да не понять ну в общем было непонятно что это дело я вообще думал что это какой-то шпиль как от какой-то башни или что-то такое и думаю не пойму что как он в темноте главно висит ни к чему не привязан и чувство не происходит где от него остальная часть здания но короче бэком проложу это будет понятно что это фонарь окошко прикольно все что я смогла на вышивать за вчерашний день не так уж много как хотелось бы но тем не менее ну что я могу сказать вышивается быстро только еще раз скажу что я не видела одно само так вышивается только лишь потому что нужно вышивать нужно всего лишь время для вышивки и просто вышивать а еще тут знаете когда легкая схема простая особенно если крупный каунт она сама вышивается ну а на этом я буду с вами прощаться сейчас вам там в конце видео ставила немножко еще о приключениях нашего нашей собаки вот такие небольшие приключения бытовые о том какой он балбес но вам желаю всего хорошего теплых солнечных дней хорошего лета продуктивного во всех смыслах этого слова всем спасибо за внимание всем пока джек не трогай не кусай его джек отпусти не кусай его уже себе рот весь исколол балбес все равно ты его не съешь где ты его нашел дурака кусок фу комаров всех собрал отпусти ежика отпусти ежик 어떻 все иди отсюда а воняет то он куда ты его делал ему то ничего не было ему то нет